папа бипа папа папа пупом пуп всем привет с вами я ван грешник вы продолжаем играть в геншин импорта 3 серия короче какая шикарная музыка была начали в у замал блять не мешая слушать музыку подожди охренеть какое мыло мыльная у них и какая текстура забыли на вот здесь вот в этом месте не знаю почему короче я нашел вкладку звука давайте настроим звук так давайте сделаем вместе во первых настройки а графика что дает здесь так яркость рендеринг качество тени ой по можем тени вырубить можно вот так сделать да все при низких настройках качество тени средний хорошо интересно так эффекты низкие пуст обработка детализация окружения частота размытие размытие можно выкликан отключена свечение включить свечение что он дает не знаю сглаживание ну ладно бог с ним плотность толпы насколько сильно снизит нагрузку ну окей под плотность толпы от что толпа но окей эффекты членов отряда в совместном режиме понятия не имею что такое можно еще поставить нагрузку так рендеринг качество типов обработка эффекты детализации окружения а чтобы персонаж по качеству при преобразился что надо сделать сглаживание как поменялась картинка так то что тень исчезли меня устраивает меня по на самом деле не особо то интересовали по моему лицу у него вообще не меняется нет он не кажется у нее есть быстрая атака серьезных ни хрена себе так я думал нету так настройка звук вот тут есть регулировка за убавлять гениально так музыка на семерочку ли 6 до 6 терочка музыка что четырех часовой стрим прослушивания звука пойман да но я не знаю как бы голос должен быть чуть больше звука пусть будет вот так эффекты наверное сбросим на семерочку тоже вместе с голосом хотя уж вместе с музыкой на шестерку теперь меня будет вообще все хорошо слышно я думаю наверное вот так да и динами дианомическая пола хорошо звуковой выход стерео все кей закрыть продолжить еще написали нажми на значок пойман есть какая-то почта можешь получить какие-то скрутки раскрутки все вот это вот открыть какие-то оружки получить все только прочее сейчас давайте на это тоже поглядим по вот здесь так нет по моему не здесь почта какая-то должна быть нажми на значок пойман почта 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 сообщества поддержка основных задания кого куда все нашел почта награда особый планер добро дорогой путешественник мы дарим всем игрокам динжин импакт особый планер крылья дружбы чтобы а ну спасибо хорошо так получить а крылья дружба отлично наград за достижение регистрации более ваше поддержки 3 миллионов мы также достигли поставленных целей социальных сетях что-то дали что-то дали это что такое после прохождения опроса вас ждет награда какой специальный опрос ничего не проходил не знаю просто так далее окей дорогой предначается новое странствия получить какие розыгрыши чем речь вообще непонятно так может посмотреть открыть обучение меню архив достижение магазин хрен его знает какие инвентарь вот через инвентарь ага так превосходное ровно усиление меч материалы хорошо вот опыт искать на приключение 5000 опыта персонажа этот а не надо пока не на опыт странника новая скис слайма разбитая какашка мне ни хрена не дали если что какие-то раскрутку перекрутки в магазин может быть магазины рекомендованные товары так ежедневный подарок 90 гардероб сколько нихуя так магазин пойманс бонусные встречи переплетение судьбы нингуан тут три валюты видимо до черногорская бритва черногорская пика пополнение кристаллов все понятно донат магазин это какие-то тут должны быть да как ты отдается своим архивом то красиво выглядит вот это вот эту книгу можно взять на превью вообще прикольно можно не перелистывать как-то в воздухе зафиксировать зафиг вот ну что-то надо будет отсюда вырвать короче и вот это все замазать и будет такой шикарный просто вон для видоса насчет я все равно не а молитвы может молитв да скорее всего молитвах так помолиться 10 раз за ага он у меня 11 кристалликов я правильно понимаю я могу выбрать сам да нет нет не могу выбрать получается вот окей давай 10 раз делаем и что дадут изумрудный шар блуждающая звезда пыли 15 клятвого стрелка был 15 окей холодное лезвие холодное лезвие меч драконий кровь о неплохо так сказал как будто бы знаю что такое рогатка можно пропустить уникальный диалог так напишите в комментариях это нормально то что мне дали какого-то меч какие-то луки все нормально отлично 135 блуждающий пыли я как настоящий профессионалов в любой ммр пг игре в скобочках нет не профессионал не буду ничего из этого использовать пока что но в плане ресурсов это что такое двуучный меч богатыря человек обладающий достаточно сил а можно использовать персонажа у меня уже как бы стоит нет да смотри на и так на эль это можно поставить на превьюшку кстати так ну-ка иди сюда сюда смотри сюда молодец какая вот так ты она превьюшку возьму и напишу супер новый имба персонаж в нашей команде отлично так что-то умеешь супер навык навыки боя на себя покрывает щитом ну кстати неплохо неплохо это усиленная атака веер так мне уже нравится очень даже хорошо теперь я могу открыть вкладку инвентаря и разобраться в предметах которым не дали я правильно понимаю правильно все надеть отлично так цветок жизни о персонажа так озвучивали до орда погони узгруппа глаз бога гео созвездие душевный щит пока из всего из этого я понимаю что это на или и все оружка так сменить лук охотника какой лук лучше рогатка 38 38 39 39 шанс крита 6 хп крит урон вот вот прикольно мне нравится костяной лук да а нет клятва стрелка хорошо сменить все нормально вот подошли сменили подожди сколько там прокачанный левел у этой что нихуя чуть-чуть перекачал хорошо у тебя что поменяй поменяй новые мечи 39 39 крит урон или сила таки блин но этот меч выглядит как-то круче что ли холодное лезвие предвестник давай вот это хорошо все поехали дальше а есть у тебя еще что-то например созвездь шутка созвездия бушу еще рука тут навыки открывается артефакт это мы знаем оружие характеристики таланты таланты все понятно а у тебя можно поменять оружие сменить о меч драконе и кровь вот все видимо мы за этого персонажа всю игру и пройдем на так другие у тебя вот артефакты можно на тебя накинуть какой-то не знаю на грудник использую не надо не на гнину все-таки ван главный герой мы о нем забывать не будем никогда его одевать в первую очередь правда странно что нельзя выбрать ему двуручное орудие и уходит только с одноруком или можно подожди можно поменять на дву рук нет игра беспощадно говорит ты будешь использовать одноручный меч никаких тебе двуруков ты их не служил так ну пошли давай эмбер ван штанте все еще переживают за что мы не можем терять секунды вперед храм вперед храм храм сокол спасибо тем кто написал в комментариях как открыть что открыть это подземелье типа да да рыцари ордов а униусы должны сдержать разрушение этого творимые творимые ужасом бури заручитесь по помощью эмбер и не позвольте ужасу бури получить силы хранящиеся в храме сокола вперед одиночный режим так начну начать сейчас проверим заодно нового героя вроде как массовый дамаг вроде как прикольно вроде навык классные ну и я в принцип понимаю что лутбокс все такое прочее очень часто пишут можно я знаю что можно открыть дверь да не посмотреть на подожди я могу упасть туда и наверное да я не проверять не буду тут очень много пишут про то что надо крутить лутбокс какие-то все в таком духе все вот это ну рпк что вы хотите открыть дверь так рука оценим данжи ого до самого глубину храма эмбер может целиться да мы знаем уже так навыки пира да знаем огненный огненный маг огненный противник мы уже все в курсе мы профессионально все изучили так тут какая-то это можно разрушать да можно разрушать широк а ты не подбираешь самостоятельно а тут есть питомцы которые самостоятельно это все подбирает не прин был бы так здорово если бы вот интересно стало после выбивания персонажа на гораздо стало интереснее чем было до этого так кубок какого-то это опыт странника я все тратить не буду пока игра проходится мы проходим как перри санит проходится так уже посмотрим какого персонажа мы все потратим пока еще я не знаю я еще не определился с тем персонажем который мне больше всех нравится мне нравится двуручное орудие вот тут пока что выглядит очень даже прикольно так используйте чувство стихий чтобы увидеть стихийные характеристики разных объектов каждый элемент и выделяется своим цветом зеленый цвет символизирует элемент бандро который можно поджечь с помощью пиво деревянные щиты противников относится к элементу дэндро их можно поджечь с помощью пира а так это лишит их защиты но если говорить по обыкновенному то как бы пира это огонь дендро это дерево все понятно как глаз включить о каком глазе собственно говоря речь как как не активировать это супер зрение так окей хорошо выстрел лоб издалека и красон явно недоволен сложившейся ситуации ага вон у вана показывается ветер у нее огонь а у наэль ультимейта вообще нету серьезно нет еще не заряжена я пойду спущусь домой у людей где ты не повезло болен как мало дамага но как же прикольно абсолютно никакие противники пока нет это рога должно быть их стревожил бой ну ничего страшного какой бане скажи никакой бане зачем это и бани у меня и без бани твои все хорошо не даркс уже правильно все нормально все все падают никакие бани твои ну и в какие бани мы не пойдем зачем она нам надо я выбил нового персонажа мне вообще мне уже залучника вообще не интересно хотя я и не против ну давай поиграем залучник какие видимо здесь как бы по сюжету предполагается то что я буду бегать лучником это какие-то рандомные выстрелы или она более-менее прицеливается самостоятельно непонятно музыка мне не нравится подземелья не ахти спасибо что выключить а можно выключить их рандомные комментарии нет они всегда будут так разговаривать но я не против принципе пусть говорят так и чё это бочки с порохом да я только понял ну все ваншот а ну типа да автоприцеливание все понятно и как бы если я не буду заряжать атаку и огнем не пробью щит то хрен начал сделает опа в одного попал все четко до заряди ты магию беги 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 быстрее подожди я пытаюсь реализовать супер систему огня который меня только научили все пошел быстрый стрельбой дай хоть ульту ее посмотрю ни разу не видел огненный дождь по области как нам долго заряжает свой выстрел зачем делать так если можно сделать вот так причем есть какой-то микро стан от атаки у этого персонажа что тоже прикольно обычный сундук у сумок заметили там на сундуке руна была то есть пока ты не победишь противников не откроется тебе жениться но эти все материалы нам пригодятся я уверен сто процентов надо готовить хилки все вот это делать игра же про фарм мне написали очень много фарма миллион часов фарма фарма один фарм только фарм вот мы фармим это уже начинается фарм так много просто пишут про фарм в комментариях вот я что видел комментарии по геншину их не так много нет она такая высокая кажется на пусть то есть не так много комментарий по геншину ну вот жена и нарисован огонь наверно там поджечь ну конечно конечно монумент пиро давай жахнем по нему мощная пиро атакой можно с помощью активировать да давай жахнем давай модные слова поехали сделайте двойной прыжок чтобы взбыть подожди не хочу вот там что-то есть явно секрете явно же там секретик подожди там секретик там секрет там секрет подожди исследование текстур это надо посмотреть явно что-то спрятали здесь это просто красивая текстура или что да по ходу да вдруг тут что то есть кто же узнает я вижу ворота какие-то блять хорошо нормально все о сундук как его потерял вот а потом бы написали вот не нашел а подожди он запрятан был серьезно а я нечаянно упал сундук подожди а что там за ворот а если я прерву квесты например уйду в начало подземелья все конец так окей летим но в принципе я придерживаюсь плана вроде как пока проходит не сказать что сложный тихо не дракона наверное это место принесли да угадаю по нему надо жахнуть огнем я догадался окей ух я устала но мы должны помочь джин раньше мы могли получить за безопасность манштанты и у жителей благодаря джин конечно сейчас когда вы на прямой такой город ветра изменили направлением неплохо сказано любит так говорить кстати охранителя 4 метров если хочешь узнать побольше о нашей истории лучше поговорить с лизой это чтобы я знал нашу историю просто главное сундук опыт и какие-то руны ну вроде как материалы дают вроде как они есть вроде как все хорошо уроком все прекрасно но сделано прикольно мне нравится но в плане сложности противников пока я сложности никакой не выход через 900 секунд зачем вам жалко чтобы я побегал по подземелью может мне нравится подзем так покинуть подземелье все покинул поехали дальше куда дальше ну пока сложности в прохождении нет я думаю вы со мной будете согласны мы не будем тратить материал который добываем ну вот эти монетки какие-то для розыгрыша вот тут все пока как есть так и будет пусть блин у него прикольные атаки она станет у нее есть микростан видишь она сбивает атаки противников классно сделан ты кто а по болин а тут физически есть падение значит вот так я не знаю кто то а не до конца прям долетят долетят серьезно они не исчезнут так а мята хорошо мяту подбери мята нам на так не знаю зачем ну как говорится лишний материал не бывает вау это мне на подожди махэнди это это надо или что типа а ты можешь сделать короткий круговой захват замах точнее так он еще мобы стоят подождите что делает ультимейт а он пассивно дамажит врагов рядом или нет по мне абсолютно насрать на щиты нет вы есть у него щиты есть ну ну похер выносливость у персонажа бесконечная но танкует он до танкует пусть дальше танкует микростан и через щит пролетает как бы пофиг ну и все был враг да весь вышел так волну щиты у танка щит защищают данного арбалечка ну неплохо очень даже ультимейт ну ультимейт конечно да такой а она усиляет атаку и меч становится еще длиннее да получается какой-то энергией обломок железо прокаченный наконечник чего-то там мята а долго вот этот меч будет ага все понятно уже все приди с картофель скилками проблем не будет на чайник wonderful а что то такое эти материалы надо кому-то продать с так возьми прикольный персонаж мне нравится то все почему светится тогда что за с таки странный момент со свечением я же подобрал материал так сборы ресурсов поехали ну все вот он фарм ходим бегаем собираем материалы вдруг потом будет квест в котором понадобится 750 а почему я не могу а может надо ударить пока пожалеться да конечно 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 что-то на карте за звездочка белая указывается не указывает что там что-то находится важно ну пойдем сбегаем посмотрим как она странно ли а нет нормально так и что исследование я нашел какое-то дерево долина ветров грибочек надо ударить по этому дереву и что ароматный кедр я нашел ароматный кедр ну блин мне пока вообще все нравится и визуал и остального за секунду попал помнит она левее берет я опять промазал что да как как она берет сильно левее кстати за счет того что меч у нее это как он длинный можно особо сильно и не париться насчет удобства использования что а вон что-то висит подожди я только заметил да блять тамок со стелсом смысле а типа он умеет убегать что за противник такой страны просто взял ударил убежал и а пиздец рекорса тут только вот тогда все понятно есть некоторые элементальные противники которых берет только либо огонь либо еще что-то но в таком духе все все теперь я понял что делать вот с этой штукой непонятно это что похоже на затвердевший ветер вещество когда накопила плотную энергию давай своими статью витаре не ветров подъявлены архонтом от наверное усиление персонажа где ты ну и где ты вон там тоже огненные противники пойдем сбегаем давайте смотреть изучать мир почему арбалетчик не ну типа почему они друг за друга почему эти элементали не против этих арбалетчиков почти попал как только я привыкну к этому уклонению то вообще вам конец будет так просто тиммейт мечты вот там зале стоит на как много тебя help и молодец с сут сутом немножко неудобно мне кажется будет со временем мокрый почему мокрый а это типа была возможность так это котелок и да можно приготовить какие-то материалы это типа была возможность как она называется потушить потушить огневых этих элементарий или кто-нибудь покемонов этих мелких побежали подальше по сюжету мне кажется нам все дадут я думаю что вот там тоже видел комментарии не так много на самом деле комментарии пишут я видел там комментарий что в целом будет только несколько квестов которым прям потребуется фарм фарм ну ничего страшного что как какая дистанция чем говорит что говорит непонятно вот того пацан а девочка клорис подожди ухты давненько у меня не было контактов с фауны можно купить какие-то растения фауны меня зовут клорис я лучше ботаник в ванштанте целые дня провожу в полях и контактирую преимущественно с растительным миром а вот представителей фауны мне встречаться достаточно редко поэтому я буду рада с тобой поболтать а у тебя есть семья семья может быть ты знаешь флору это моя сестра она просто без ума от цветов у него в ванштанте своя цветочная лавка а мой круг интересов к растительному миру гораздо шире мне нравится абсолютно все растения особенно если такие странные растения но флора моя младшая сестренка и у нее все еще впереди ну все удачи давай тогда а ее не трогают вот эти вот ребята не нормально у них так но у вас был шанс ну это емба какая-то я не знаю да это просто вынос всего вы понимаете что не успевает дозарядиться атака перед применением это можно делать практически бесконечно счет как-то мощно а уж он смог меня ударить офигеть полу то первый противник который вообще смог что-то сделать наверно потом конечно да потом выйдем из этой локации там будет скорее всего впереди вообще полный пиздец там будут нереальные противники нереальная сложность меня будут атаковать со всех сторон миллионы миллионы мобов я буду просто отлетать на раз-два да скорее всего что такое наверное так она есть все будет зависеть от экипировки надо будет прокачивать персонажи подожди опять эти гуси да что что вы же делать они же не просто так пролетает правильно а как похилиться подожди как хилються вот я хочу похилиться что меня ждет открыть инвентарь 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 е-мое что такое получается увеличивает а это артефакты да и да хорошо его станет риска поиспользовать подтвердить а можно делать как-то то быстрее как с быстрого меню или что-то в этом духе вот какая-то кнопка отдельная для хилки есть есть такая возможность к я ну здорово евро а вот и ты подойди ближе с нам ты чувствуешь запах пахнет горелыми слаймами этот храм выглядит не таким уж и заброшенным а иначе на убийство он должен быть слаймы или чурлы что подкидывает дракон о да там должно быть везде самый обычный монстр да ты у нас тут храбрец пойдем вам уже давно никто не делает отношении хранителем четырех ветров но ветра по прежнему сейчас настало время навести порядок храмах хранители четырех ветров но пашни пашни какая так открывать до одиночный режим поехали быстро каю добавить нельзя да да он сам по себе видео будет так полоса препятствий поговорить с к я не хочу говорить с к я хочу пройти подземелье позволь показать а как действует форда по волю давай обосрись сейчас он явно угодит какую-то ловушку а нет мне дали за него играть хорошо я подумал он угодит какую-то ловушку вы должны его спасти что ты делаешь так ладно его тоже обделили наличием двуручного орудия у него только одна рук но при этом он как бы исчезает видимо это аналог уклонения только в авторежиме во время битвы и умеет кидать магические снежные ледяные стрелы вперед врата возрождения а если я помру возражусь здесь ну пошли откуда ты знаешь эксперт разработчик просто заранее запишите опыт который приходит когда долги будут помогаешь всем подарить враги могут намокнуть если кругом вода крио навыки могут замораживать воду мокрых и гидропротивников использовать элементальную реакцию чтобы контролировать ситуацию на поле боя прикольно сделано а он сам по заморозке не подвержены и правильно так сила какая брена у него прикольный навык а он телепортируется к противнику вдобавок да за противника телепортируется какой-то сильный навык у тебя нет глаза бога и что все-таки как тебе получается не направляет элементальную энергию это очень странно он просто посмотрел какой-нибудь аниме и научился все нормально явно что как у наруто у него есть чакра он умеет преобразовывать чаку силу или как там и вот он из этой силы делает техники нормально мы выяснили так нам наверх бы да да давайте беремся наверх тут есть какие-то секретики прикольно ты не умеешь каракнуться еще прикол подожди а как забраться мне надо было спрыгнуть да а есть возможность подняться наверх да то есть я никак не поднимусь да вот оттуда видимо надо было вот сюда полететь там что то есть мы явно что-то упустили так врата возрождения активированы ой смотри прикольно ловушки огнемет может выпускать огонь благодаря своему энергетическую ядру используйте криона чтобы на время отключить ядро огнемета приставить поток они проще как бы встать вот сюда запрыгнуть на огнемет и пройти вот так где мне кажется так гораздо легче но бог я и кажется я только что победил эту игру полностью ну да водные могу замораживаются это логично странно его телепорт работает я подумал сначала что это не телепортация за спину или что-то в этом духе я подумал что это не телепорт я подумал что это как бы уклонение все нормально все в порядке заморозил наконец-то мы здесь все поднялся подожди 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 секунду подожди это надо сделать там я видел секретик мы должны вернуться сто процентов здесь есть такая более как несправедливо как это несправедливо и что там невидимая стенка прикиньте прикиньте прикол невидимая стена а нет можно все-таки нет нельзя как жаль как жаль а было бы здорово но нет так спокойно это древняя техника это способность его на а здесь тут же явно наверное есть какие-то тайны давить в подземках музыка офигенная вот что не отнять музыка а тут-то ты скарабкался да неужели а что там тебе мешало кого спустись на землю друг все поехали открыть дверь открывайте ворота я пришел и кто ты голубой камень в центре комнаты это гидро янтарь и разбив его вызовите дождь который намочит все что находится в его зоне поражения хорошо здорово покемон все дождь не повезло не фортанула гранди и отсылки нас усиление атаки единая какашка я уже не прочитал что он говорит по у него не самое шикарное усиленная базовая атака ультимейт ульта вообще жесть смотрел автоматически всех замораживает вокруг вот это топ ульта окей но отлетела отлетел ничего страшного мне кажется эмбар офигенно материал собирать нет не офигенно к сожалению нет напишите комментариях здесь есть персонаж который может автоматически подбирать упавший лут и что надо сделать чтобы была такая возможность потому что сейчас это прикольно а вот через серии 50 мы с вами с ума сойдем каждому предмету подбегать подбирать после упавшего противника мне кажется предметы просто обесценится в какой-то момент и мы перестанем их подбирать но я думаю что здесь не прям все нужно будет о ловушке прикольно и же шипов на дне бассейна не просто так перебежать к я может создать ледяной мост через воду используя криво на подожди надо придумать что-то ты можешь забраться не не можешь да но ты можешь какой-то момент использовать как он это делает ты можешь на месте это сделать ну тоже активировал как-то крылья подожди а он не про прыгнет разве такое расстояние ну нет не про прыгнет нет не сможет не сможет слабоват немножко он или пропрыгнет хрен узнает давай попробуем на что он потеряем ну пойдет он упадет ничего страшного поможет сможет подожди а бег автоматически автоматически бег да все окей ну давай попробуем альтернативные способы прохождения почему бы и нет почему ты не разгоняешься что с тобой почему он останавливается вот ну тут же не остановился что тебе мешало надо может зажать на секунду но он не не он упадет он упадет упадет я так проверить посмотреть но выглядит красиво да выглядит прикольно что не говори это сделано классно задумка офигенная написали что геншин impact 290 гигабайт основной вроде как на лаунчере написать от почти получил ну там миллиметра не хватило я тебе говорит блин я еще раз хочу попробовать там реально миллиметра не хватило можно давай на прыжок нажать определенный момент не прыгнул почему почему ты не прыгаешь я же тебе нажал я же тебе нажал о красе более знаете ли вы что раньше у вас бурь был один из четырех метров да ты что я не знаю подробности суши меня меня тут испытание такое интересное ай-яй-яй как это было да ну тут потяжелее это будет пролететь подожди подожди это надо сделать это уже просто там прям надо от краюшка отбегать понимаешь чтобы прям совсем чуть-чуть но шансы есть я сразу это делаю я плохо надо это под конец делать подожди вот моя ошибка если персонаж помрет тут все конец а чё у всех то хп тратится вот 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 высоко надо это делать все окей а вот так весь крыльев вообще запрыгивает здорово я знаю что можно было сделать заморозку вот эту текстуру но так-то интереснее согласитесь а сюда что посмотреть на текстурки новый имба персонаж и подземелья напишу вот так название серии еду самое она у вас буря получает свою силу из этой штуковины у меня хп нету сперли вполне возможно ломаем опять пиздёшь в перчатках опять клуб поэтому что это за бред у артилку подушек такой хороший боец да да наблюдаться тобой в храме было страшное удовольствие ты преувеличиваешь скромность достойно он нас подъебывает или он типа уже типа а дружище так мутный товарищ stories спасённый монштамм будет полагать и киндата и спорта кинж плейстю визит мира себя найдется время иди на штабе ордова унис и мы можем встретиться одной отлично это веры непонятно что он будет отмечить твои успехи что скажешь мы еще раз успешно искали вылезла дракона я позабочусь сам вы можете быть свободны мы пойдем тогда когда в жизни смогли устроить какую засаду и по это все организовал кролика мутанта бонус в часа вот а это кто ой у него двуручный меч но это им импа персонаж наверное вот это фауниус как обычно сами что постоянно хлопают сколько сколько можно скажи можно вот этого огненного рыцаря нам в команду он прикольную не умеющего двуручный тем более у него огненное оружие тоже шикарно огненный двуручный меч это же эпично кайя кайя зачем нам кайя скажет зачем-то нам зачем дайте того где новыми этого какого чела дайте того огненного рыцаря это что такое так что-то горит надо наверное потушить правильно да пылающий цветочек не знаю зачем но потом явно скажут собирай явно скажут надо 350 штук по квесту собери огненные цветки без них мы не пройдем куда-то туда надо будет зелье до для одного какого-нибудь персонажа наверное он упадет в обморок от того как кайя хлопает в ладоши все мы ахнем скажем выборе так и дальше по сюжету не пройти будет поэтому собираем материалы сейчас в конце концов это не составляет никакого труда это интересно я не пока реально все нравится все очень даже прикольно я думаю в игре будет гораздо меньше возможности по боевке оказывается нет оказывается очень много так а дайте мне цветочек хорошо почему у эмбр так мало хп это вот каждый раз так хилиться это же с ума сойдешь так 300 хп восстановить войны потом в комментариях напишут наверное это какая-то супер редкая хилка ты используешь ее зазря зачем ты это делаешь у них причем нету никакой шкалы энергии маны просто хп и временная вот эта энергия которая восстанавливается когда он бегает ли что-то типа того то есть используя эти навыки сколько тебе угодно и ничего тебе не будет а этот как он называется ледяной противник да и чё страшно ледяной так ледяной ну-ка все что ты умеешь телепортироваться и чё что он делает папа так спокойно пулемет ну почти до на как тебе такое я понял тут очень большую роль играет элементальный урон кстати он попадает неплохо но если уворачиваться то она подготавливает и что спал вот один из самых сильнейших противников за всю историю пока что встречаем нами кто это попрыгунья ок запомним какая-то попрыгунья нектар попрыгунья нектар из цветков он автоматически изучает рецепты так это тоже надо зажечь что-то дает и что я получаю ничего да мы собираем материал собираем забери так ящик для которого нужно что а понятно это все чаши надо зажечь чтобы открыть сундук да еще четыре чаши всего их 4 нас зажечь 4 на понял что их 4 по кружку и заполнению этого кружка 4 дольки от яблока там заполняется наверное что-то наверху да тоже идея прикольная он кстати сундук валяется сверху пошли поползли наверх а тут ползет смотри-ка а в подземке не ползет так и где спокойно там опять пеликаны а он я нашел вон он понять бы примерно баллистику полна сквозь пролетает не да по-моему пролетел только что насквозь а нет смотри попала к тому упал материал далеко помешайте мне прицелиться а попал вы кто а это слайм атакующий на на это по области подожди тут мясо улетел куда-то все мясо больше не увидим так на и а у на или какой ультимейт усиление меча это кто кто ты что-то такое подожди заберет кто такой а это призрак привел меня к сундуку ну это юмба не персонаж я не знаю у поменя откинули хорошо да куда ж ты бог не на вас зачем зачем ты вьешь его и да нет нам придется прокачивать персонажа хотим мы этого или нет просто потому что у нас дамага видимо не хватает и эта битва превращается в трехчасовой вот такой попрыгушки попробую победить как бы победить победишь но делать это буш крайне долго так вот противник простой простой атаки у него вижу они там отыка есть просто так ну пошло разнообразие противников это уже неплохо так богатый сундук тупой меч ну даже если он вдруг нам не пригодится мы потом сможем его либо продать либо использовать в улучшениях богатый сундук копье новичка серьезно тут есть копьеносец надо посмотреть окей что использует одноручный меч по-моему у тебя одна рука персонажа почему постоянно светится о персонажа скажите так тебе что тебе наверное надо перо как у него целитель вылечить получаем лечение увеличит их максимальное хп на тысячу на она вот а можно приключаться вот так вот огонь лечение получаем ну возьми улет повязка не надо не на не на не знаю зачем я улучшаю пусть будет использование соревной стихии восстанавливаться кп полу так это регенерация от урона серьезно оружие ну одноручные мечи у нас имеет о меч путешественника слушай на к тебе меч путешественника ну-ка к я артефакты три штуки спасибо что вы делаете то что можно накинуть на персонажа вполне неплохо так и что еще кубок да врага берсерк о чем пяти секунд после открытия любого сундука сна 30 на это билд надо строить какой персонаж какой ситуации будет полезен но этим мы наверное займемся поконить из следующих серий так что как то так слушайте а игра прям открывается все новыми новыми красками ты посмотри чем дальше не так резко не так быстро нас во все это вкинули но открытие сундуков необычная может быть дальше будут вообще нереально туда что такое что там так я же попал уже туда зачем ты нет помечаешь ты хочешь чтобы я залез туда мы пошли непонятно правда зачем он выше ему по идее проще карабкаться меньше а там сундук обычный сундук о . телепортации понятно все теперь я понял что такое на карте вот этот значок это точки телепортации молодец получил дамаг от падения и это хорошо давайте наверно этом закончим везде эти сундуки сколько же можно даже шагу не пройдешь без сундука и это только те что я вижу прикиньте сколько тут скрытных сундуков это же вообще с ума сойдешь материалов вроде тоже много дают короче мне пока все нравится как то так будет следующей серии хп у них пусть будет вот так вот думаю что вы пить с этим проблем пока что у нас с вами 0 сливов до или был ужасный а был слив мы в воде утонули в первой серии и все вроде как больше ничего не было красивое дерево вот его бы на превьюшку но наверное вот так и здесь остановлюсь надеюсь он здесь ресниц и возьму его на превьюшку следующей серии как-то так с вами был я ван грешник подписан канал ставьте лайки забыть про колокольчик уисели сидели их видос к и так далее посадка писание дискорд сервер и поддержки канала всем хорошее настроение всем пока